Здравствуйте! В эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Замен зимников катера на воздушной подушке. В Югре в межсезонье запустили уже четыре таких маршрута. Как в заботах о других не забыть о своем здоровье? В Югре волонтеры прошли обследование сердца. Тамара, Рая и Валюта. В Белоярске привезли лошадей, которые помогут в реабилитации детей-инвалидов. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре закрывают зимники и ледовые переправы. В ближайшие два дня все зимние дороги перестанут функционировать. Напомню, в округе работали почти 100 ледовых переправ с прилегающими к ним зимниками. 56 из них межмуниципального значения. Сейчас действует всего 5 переправ, но и они, по прогнозам специалистов, закроются до конца недели. Из-за стабильного плюса на термометре покрытие на переправах и зимниках пришло в негодность. Лед потерял прочность, а снег стал рыхлым. Ездить по прежним зимним маршрутам сейчас крайне опасно. На бездорожье можно застрять, а на переправах провалиться под лед. После закрытия на всех зимних дорогах установят запрещающие знаки, валы и ограждения. На данный момент остается действовать два зимника. То есть, опять же, связанных с этими переправами. Три зимника, два, на которых находится переправа в Нижневартовском районе, и еще один там же, то есть уже без переправ. Ну, как я уже сказал, документы готовятся, по их закрытым, и в ближайшие дни тоже планируется их закрыть. Закрытием зимников в Югре транспортное сообщение с труднодоступными поселками не прекратится. Северречфлот уже запустил четыре маршрута судов на воздушные подушки. Они ходят из Ханты-Мансийска в Троицу, Кыши, Княлина и Пырьях. И, соответственно, обратно. Дорога, к слову, занимает не слишком много времени. А поездка на судне с воздушной подушкой порой намного комфортнее, чем на колесном транспорте. В одну из таких поездок отправилась и наша съемочная группа. Сергей Коробков расскажет о тонкостях межсезонных путешествий в репортаже с места событий. Давайте посмотрим. Вот такую сцену в Нялино можно наблюдать примерно раз в два дня. С такой частотой ходит теплоход. Для жителей поселка это пока единственная связь с Большой Землей. Чтобы получить, например, документы или какие-то сделать срочные покупки, приходится пользоваться теплоходом. И все с нетерпением ждут, когда же начнется, наконец, большая вода. И можно будет воспользоваться уже лодками, ну или какими-то другими плавающими средствами. Чем дальше идти за трактором? В этих ходе ездить. В этом году, сколько мы, вторую неделю ездим, пока еще не ремонтировали. А вот, допустим, напарники наши, другой теплоход, они уже порвались, то есть они уже ремонтируются. Мне кажется, вот здесь ехать, то что в первый раз, впечатления другие, ощущается дорога по-другому. Природа, люди хорошие попадаются, так что это север. У вас, наверное, уже много тут знакомых по разным населенным пунктам? Ну, есть, конечно. Они уже знают вас в лицо там? Ну, знают. Вы какие-то дружеские сложились отношения с кем? Ну, конечно, в поселках таких. Да всегда находятся люди, с которыми дружишь. Кто-то помогает тебе, кому-то ты помогаешь. В прошлом году на строительство дорог в Югре потратили около 10 миллиардов рублей. Такие цифры озвучили сегодня на заседании Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Парламентарии трех регионов обсудили продвижение продуктов местных производителей, комплексное развитие сельских поселений и реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь Югра смогла поделиться успешным опытом. Например, в прошлом году на развитие дорожной сети в регионе потратили почти 10 миллиардов рублей. Большая часть пошла на строительство, реконструкцию и капремонт дорог. Так, в 2020-м обновили 165 километров региональных трасс. Еще около 70 километров было построено, что называется, с нуля. 30 километров оборудовали освещение. Исходя из того, что у нас практически половину года нельзя проводить дорожные работы, я считаю, что это такие хорошие результаты. То, что касается планов уже на текущий год, то они также будут достаточно серьезные. Они подкреплены финансированием. Запланировано около 10 миллиардов рублей. Количество заболевших коронавирусом югорчан продолжает снижаться. Так, за сутки в регионе лабораторно подтвердили 62 новых случая. Положительные тесты у жителей 15 муниципалитетов. В лидерах антирейтинга вновь в Ханты-Мансийск. Здесь ковидом заразились 20 человек. В Сургуте и Ханты-Мансийском районе по 8 заболевших. В остальных городах и поселках по 6 и менее новых случаев. Под наблюдением врачей сейчас находится свыше 6,5 тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции на 0,08. Ниже единицы. Состояние 43 пациентов медики оценивают как тяжелое. 27 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки ковид победили еще 86 югорчан. Сегодня во всем мире отмечают День здоровья. И это ли не повод обратиться к врачам, чтобы услышать заветное «Вы здоровы». Чекапы стали уже доброй традицией в больницах Югры. Причем не только в апрельские дни. В этом году медики Сургутского кардиоцентра взяли на поруки тех, кто помогал в период пандемии нуждающимся. Только сегодня скрининг сердца прошли полсотни волонтеров гуманитарного добровольческого корпуса. Почему за своим сердцем нужно тщательно следить и как сохранить его в добром здравии, расскажет Ольга Придоха. Покажите врачу ваш анализ крови, и он расскажет, здоровы ли вы. Любой чекап, в том числе сердечный, начинается с забора крови. Страшно? Я уколов боюсь. Не бойтесь, это совсем не страшно. Это и правда не страшно. Особенно если попасть к врачам не экстренно, а планово. И только ради профилактики. Скрининг сердечной мышцы и сосудов головы в кардиоцентре делают уже больше 10 лет. С каждым разом желающих его пройти становится все больше. В этот день здоровья кардиологи Сургута проверили добровольцев. Это дань тому на той нероработе, можно сказать, этому гражданскому подвигу, который они совершали в этот сложный ковидный год. Ненормированный рабочий день в разных условиях. И поэтому я думаю, что это логично, что в день здоровья мы посвящаем эту акцию волонтерам и проверяем их сердце, их здоровье. И определяем, насколько тот насыщенный интенсивный график работы мог оказать влияние на их здоровье. Физически, да. Физически, потому что не столько там даже просто доставка продуктов и помощь. Мы же еще работали и в аэропорту, а это было полтора месяца круглосуточной работы. Коробки добра собирали, развозили потом их. То есть, ну, работы было много. Ну, что весело, интересно. Актуризм и здоровье не спасалось? Ну, сильные, здоровые люди. Очень многие товарищи, увы, в том числе, и находясь на передовой, заболели. И для них очень было это трудно перенести. Слава Богу, все остались живы. Обязательно еще нужно узнать свой рост и вес. Это тоже важно, чтобы врач мог поставить правильно диагноз и сказать, здоровы ли вы. Так, вес. Кардиоскрининг – процедура вовсе не длительная. После забора крови врачи смотрят сердечный ритм. На обычной электрокардиограмме можно увидеть, есть ли у пациента аритмия, были ли в анамнезе инфаркты и даже распознать предрасположенность к ним. И что же, хорошо? На данной кардиограмме все хорошо. Все с вами хорошо, можете радоваться. Ритм обычный, синусовый, с частотой 66 ударов в минуту, ось нормальная. Никаких изменений, репаляризации, нарушений ритма и проводимости на данной кардиограмме нет. Мне кажется, самое важное, да, услышите кардиологу, что с вами все в порядке. Ну, конечно. Это здорово. Еще бы. В общем, это предпоследняя процедура. Мне сейчас будут делать УЗИ сосудов шеи. И это нужно делать возрастным, в основном пациентам, но тоже проверим. Все, я готова. Пациентам от какого возраста, вот прям показано, к вам ходить? Старше 40 лет, у кого высокий холестерин, высокий риск, ну, там, бредные привычки, допустим. И у кого давление, наверное, да? Да, обязательно. Ну, и мы смотрим всех от нуля. Сегодня я посмотрела 20 человек, 4 из них придут на прием определенно. В общем-то, полчаса потребовалось мне для того, чтобы пройти все незамысловатые процедуры и проверить, в каком состоянии находится мое сердце. Людям из группы риск подобный кардиоскрининг необходимо делать хотя бы раз в год. Несмотря на то, что весь мир сегодня живет онлайн. Отстраняться на социальную дистанцию от своего здоровья, ну, никак нельзя. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Юграм, Сургут. Полицейские советского района изъяли у местного жителя целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. Житель Зеленоборска, не имея на это разрешение, хранил дома два охотничьих ружья, четыре десятка снаряженных патронов, порох и все компоненты для изготовления новых боеприпасов, а также взрывчатку. Как признался подозреваемый, все это он нашел в одном из заброшенных домов поселка. И решил, что называется, оставить себе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пять лет лишения свободы, а также штраф до 100 тысяч рублей. В Нижневартовске МАЗ наехал на пешехода. ТТП произошло накануне вечером. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по зебре, но на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, на одежде вартовчанина не было световозвращающих атрибутов. Нарушитель получил травмы. К слову, всего за сутки в Югре зарегистрировали две аварии. Два человека пострадали. Госавтоинспекторы оштрафовали 14 водителей за выезд на встречку. 20 человек нарушили требования к перевозке детей. Еще шестеро сели за руль под шафе. Трое отказались от медосвидетельствования. Югра будет поставлять древесину в Узбекистан. Два контракта на экспорт плит МДФ подписали накануне на Большой промышленной неделе в Ташкенте. Общий объем контрактов превышает 24 тысячи кубометров в год. Кроме того, Фонд развития Югры и Ассоциация пищевая промышленность Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подразумевает развитие торгово-экономических отношений между предпринимателями Узбекистана и Югры. Уже сейчас стороны договорились о проведении специализированных ярмарок, выставок, бизнес-миссий, форумов, деловых встреч. Ханты, Манси и Ненцы смогут вписать свое имя в федеральный реестр коренных народов через портал Госуслуг. Об этом стало известно на форуме в Салихарде. Здесь работает югорская делегация. Посетила мероприятие и губернатор Наталья Комарова. Один из вопросов, который обсуждался на Ямале, посвящен созданию в стране единой базы КМНС. Эта работа уже ведется с прошлого года. На встрече с руководителем федерального агентства по делам национальности Наталья Комарова обсудила проект соглашения, который позволит регистрировать коренных жителей Севера в реестре через МФЦ и портал Госуслуг. Я надеюсь, что мы одобрим проект соглашения уже в эту пятницу. У нас достаточно широко развита сеть интернет, включая эти стойбища. Мы полагаем, что это дополнительная возможность ухождения. Поэтому в нашем соглашении уже будет и МФЦ, и портал Госуслуг. И начиная со следующей недели, мы начнем уже отрабатывать практическое применение. Приедут специалисты из агентства федерального, которые ведут реестр, и мы начнем отрабатывать на практике. Попасть в реестр представителям коренных народов несложно. Достаточно заполнить заявление на сайт федерального агентства по делам национальности и подкрепить его заверенным у нотариуса документом, подтверждающим национальность. В Югре в работу по формированию реестра планируют подключить волонтерский корпус Югорского госуниверситета. Добровольцы будут помогать ханты, манси и немцам правильно заполнять заявление. Отмечу, что к 2022 году в базу должны войти более 250 тысяч человек. Реестр поможет оперативно решать коренным народам любые спорные вопросы при встрече с представителями рыбнадзора или охотнадзора, а также защитить их права на преференции по образованию или пенсии. Все, что касается защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности, все это будет осуществляться на основе этого реестра. Это основа для того, чтобы вот эти льготы, которые государство представляет коренным народам, они реализовывались. Уральский политехнический колледж снова пополнился оборудованием. Учебное заведение уже второй раз получило окружную субсидию на создание мастерских нового поколения. И речь идет о подготовке специалистов, которые будут отвечать самым современным требованиям рынка труда. А значит, будут знать все новое в своей отрасли. В прошлом году здесь запустили пять современных мастерских. Сейчас к ним добавились еще четыре. Например, автомастерские, которые больше похожи на киберлаборатории. Диагностику неисправности автомобиля здесь учатся делать с помощью планшетных компьютеров. Этот планшет, он подключается к электронному блоку управления. То есть это современные технологии. То есть они позволяют вывести все ошибки, которые есть в электронном блоке на экран. То есть можно просто прочитать и узнать, какая у тебя ошибка. Существенно обновились мастерские дизайнеров и воспитатели. Будущие властители вкуса также получили в свое распоряжение много нового. Конвенционные и микроволновые печи, холодильники, миксеры, блендеры. А создавать шоколадный шедевр учатся на настоящей мраморной доске. Мраморная доска нужна для того, чтобы охлаждать шоколад. То есть в отличие от обычного стола, если мы будем работать на столе, оно не принимает в себя тепло. То есть оно просто охлаждает равномерно. Для того, чтобы нам восстановить там кристаллическую решетку в шоколаде, чтобы у нас он застыл в итоге. Получились либо скульптуры, которые будут стоять и не растают, либо шоколадные конфеты. Православные югорчане сегодня отмечают Благовечение. В Фантоматийске в Воскресенском кафедральном соборе священнослужители провели праздничную литургию. Сегодня верующие вспоминают евангельское событие. Гавриил принес Деве Марии весть, что она родит Иисуса Христа. Праздник всегда отмечают 7 апреля. Сегодня в югорских храмах прошли торжественные службы. Традиционно в Благовещении верующие выпускают в небо белых голубей. В Пытьяхе на базе окружного сборного пункта пройдет окружная спартакиада допризывной молодежи. Такие соревнования устраивают ежегодно. Команда советского района уже готовится к предстоящим выступлениям. В нее входят воспитанники военно-патриотических клубов и студенты Советского политехнического колледжа. Всего в команде 8 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Есть и опытные, и новички. Те и другие считают спартакиаду очень полезной, ведь сами соревнования и подготовка к ним физически укрепляют и дают правильное представление о воинской службе. Будущим защитникам Отечества предстоит состязаться в беге на короткие и длинные дистанции, прыжках с места, подтягиваниях, строевой подготовке и стрельбе. Спартакиада пройдет уже на следующей неделе. Именно в спартакиаде до призывной молодежи очень много внимания уделяется ГТО, то есть их физической подготовленности. Там фактически все, что они сдают при ГТО. Команду отправляет управление образования, выбрали сильнейших ребят с двух клубов, ну и будем надеяться на победу. Пригодится может очень сильно, так как это тренирует и подготавливает уже к военной службе. Очень интересны как и конкурсы, так и подготавливает тебя физическая подготовка и более уже узнаешь, как это будет все происходить в армии. В Белоярске приехали кони. Животных доставили из Челябинска. Три лошади, Тамара, Рая, Валюта и пони по кличке Борис приехали в конный клуб «Северный ветер». Сейчас питомцы проходят период адаптации, знакомятся с новым домом. Примерно через месяц уже планируют начинать занятия по ипотерапии. Это не просто катание или развлечение, а часть программы реабилитации для особых детей. Специалисты уверяют, что через несколько недель четвероногие доктора уже будут готовы к работе. Напомню, белоярцы выиграли гранд-губернатор Югры более 4 миллионов рублей. Деньги потратили на открытие конного клуба «Северный ветер». Сейчас здесь идет ремонт помещений. К слову, когда откроется навигация, в клуб приедут еще два коня тяжеловоза. Когда выводишь одну, то начинают все кричать, рваться, плохо себя вести, потому что они все хотят уйти, у них страх. Сложная адаптация, поэтому наша задача сейчас своей любовью, своей лаской их расположить к нам. Ну, я думаю, что получится. Югорские спортсмены пополнили копилку нашей команды двумя медалями на чемпионате России по плаванию. Главные старты страны сейчас проходят в Казани. Напомню, там выступают не только сильнейшие пловцы России, но и иностранцы. До стартов допустили спортсменов из 16 стран. Накануне вновь медаль завоевала Анна Егорова. Только на этот раз девушка стала третьей на дистанции 200 метров в вольном стиле. Быстрее нее оказалась еще одна югорчанка Анастасия Гуженкова. Наша спортсменка проплыла дистанцию за 1 минуту 58 секунд и стала серебряным призером чемпионата страны. К сожалению, после 400 немножко тяжеловато, далось 200. Но бронза тоже медаль. Было тяжеловато последние 50 метров, но ничего, мы работаем дальше. У меня впереди 800 метров. Хоккейный клуб «Югра» вышел вперед в серии с «Динамо». Накануне в Ханты-Мансийске команды сыграли пятый матч. Впервые в этой серии югорчане начали встречу активнее соперника. И это принесло свои плоды. «Динамовцы» остались в меньшинстве. Этим и воспользовались подопечные Вадима и Панчинцева. На пятой минуте Максим Веревкин вывел команду вперед. За 15 секунд до конца периода Евгений Рымарев забросил, как говорится, шайбу в раздевалку. Далее игра успокоилась, а результативных шайб пришлось ждать до конца третьего периода. Сначала команда из Санкт-Петербурга сократила отставание в счете, а через минуту югорчане вновь увеличили отрыв от соперника. Итог встречи 3-1. «Мамонты» ведут в серии 3-2. Следующий матч команды сыграют в Санкт-Петербурге 9 апреля. В Югре для того, чтобы пройти финал, нужно одержать одну победу. Телезрители смогут посмотреть трансляцию этой важнейшей игры в прямом эфире телеканала Югра. Передача прямо с домашнего льда питерского «Динамо» начнется в 21 час 25 минут. Важность матча, наверное, все прекрасно понимали, сегодня порадовало, да, то, что был запределенный настрой, хорошая скамеечка, да, то есть атмосфера, большое спасибо, да, нашим болельщикам. Гнали вперед, сыграли правильно, рационально, забили голы по счету, да, к сожалению, в концовочке немножко не затерпели, получили ненужное удаление. Но, тем не менее, победа есть и готовимся к следующей игре. Напомню, что теперь выпуски новостей телеканала Югра можно смотреть в прямом эфире в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. К этому часу это все новости от моих коллег. Всего доброго. Что сложнее, приготовить спагетти или установить систему видеонаблюдения? 15 тысяч камер приобрели в Югре абоненты Ростелекома. Вердикт пользователей однозначен. С установкой оборудования может справиться каждый, а вот сварить вкуснейшие спагетти не так уж и просто. Чтобы выяснить, так ли это, повар итальянского ресторана и инсталлятор компании Ростелеком ненадолго поменялись ролями. Кто же лучше справится со своим заданием? Система домашнего видеонаблюдения покажет, что происходит у вас дома, на даче или даже в гараже. С ее помощью можно руководить любым процессом благодаря звуковой функции. Легко напомнить детям о выполнении домашнего задания, обеде или уборке. Цифровая камера широким углом обзора работает даже в темноте. Если она зафиксирует движение, звук или перекрытие обзора, клиент получит уведомление на свой телефон, а все события будут автоматически записаны. Самое важное, с подключением камеры справится любой. Как происходит процесс подключения камеры? Мы скачиваем приложение, регистрируемся в нем. И когда у тебя есть подключение к Wi-Fi, это дело с трех минут. Все происходит интуитивно. Эксперты рекомендуют выбирать видеонаблюдение с функцией хранения и скачивания записей. Камеры Ростелеком загружают нужный вам файл в облако, где он будет храниться до 30 дней. И доступны записи только хозяину оборудования. На сегодняшний день нас повсеместно окружают цифровые помощники. И Ростелеком решил не оставаться в стороне и предложил югорчанам умную камеру. На сегодняшний день количество таких камер превысило в округе 15 тысяч штук. Поэтому югорчане, которые подключили эту услугу, могут находиться в абсолютном спокойствии. Ведь и имущество, и близкие будут под полным контролем. В Ростелекоме отмечают, югорчане стали чаще задумываться о безопасности своего жилья. Дети и пожилые родители не всегда могут быть под присмотром, а с этой камерой можно контролировать ситуацию дома. По подсчетам специалистов компании, обслуживание камеры не превышает стоимости блюда спагетти.